Продолжение следует... 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 Интегрироваться и солидаризироваться только с тем, что кажется действенным, эффективным и в интересах большинства детей Отказываться и критиковать те влияния, которые как раз таки интересам большинства трудящихся людей противостоят Выступление участника группы Аркадий Котс, циолога Олега Журавлева Называться оно будет «Преодоление деполитизации. Российские митинги за честные выборы и их последствия» По результатам проекта коллектива исследователей политизации Люди моего поколения, мои в частности товарищи по группе, мы росли и взрослили в контексте, в котором не было каких-то значимых политических событий Которые бы подложились в нашей памяти И мы сами чувствуем себя тотально деполитизированными И нам интересно посмотреть на то, как эта деполитизация может отвергаться Мы брали интервью у участников митингов на самих митингах, а также потом выбрали несколько групп, которые сложились в ходе мобилизации протестной И потом изучали эти группы, тоже в первую очередь помощью интервью Я хочу начать с двух цитат Вот два разных автора Как характеризуют, как они описывают в митинге Первая цитата «В конечном счете движение за честные выборы стало реакцией на уверенность в том, что никакое движение невозможно И объединилось против убежденности в том, что невозможно никакое единство» То есть митинг — это учреждение некоторого единства И вот вторая цитата тоже пройдет, что самые митинги Сейчас происходит смена субъекта политической нации Во времена СССР им был советский народ А коммунистическая партия концентрировала на выражении его суверенитета и интересов В последние 20 лет российская политическая нация деградировала Реальными субъектами российского общества являются преимущественно субъекты кланов и частных неформальных отношений А в наши дни возникает новый субъект нации Им становится политическая личность То есть одна цитата говорит о том, что митинге учреждает единство Другая цитата напротив трактует митинге как выражение распада любого единства, когда на политическую сцену выходит личность Я покажу, что это противоречие пронизывает все, что происходило на митингах Под депоратизацией принято понимать падение интересов к государству и к политике Но что нас интересует, в частности меня, в первую очередь в депоратизации Это то, что можно сказать диктатором приватной сферы Когда вся жизнь человека редуцируется до его приватной сферы Вот Ханна Арент связывала политику и публичную сферу Вот она написала, что согласие с греческой мыслью и человеческой способностью политической организации Надо не только отделять от природного общежития Вследствие от которого стоят домохозяйство и семья Но даже, подчеркнуто, противополагать ему Становление полиса, всецело задающего том греческому пониманию политики Имело следствием то, что всякий, помимо своей частной жизни, получил своего рода вторую жизнь Каждый гражданин от них принадлежал двум порядкам существования Его жизнь характерным образом строго делилась на то, что он называл своим собственным и то, что оставалось общим Основанием полиса предшествовало уничтожение всех союзов Опиравшихся, подобно фратрии или филия, на природ и естественное начало То есть на семью и кровное родство Вот, собственно говоря, главным элементом деополитизации, самым интересным для нас является Упразднение этой публичной части человеческой жизни и редукция всей жизни до воприватых Собственно говоря, что означает, что мы имеем ситуацию деополитизации? Что нет политической инфраструктуры То есть нет групп, институтов, публичных навыков, публичных ресурсов, доступных многим людям, массам Для того, чтобы пролонгировать и продолжать политический процесс Чтобы организовать некоторую долгосрочную политическую жизнь Происходят митинги, потом политическая компания сходит на нет И нет некоторой инфраструктуры, которая могла бы сделать политику долгосрочной То есть отсутствие этой инфраструктуры, этой деполитизации Но также деполитизация это отсутствие в публичной сфере не только как инфраструктуры Но и как определенной публичной практики и публичной сферы в рамках биографии людей То есть перемещаясь из детства во простое состояние из университетов Народных труда или школы Народных труда Человек все время курсирует между приватной сферой, дружеским кругом, семьей И сферой трудовой, при этом никогда не участвуя в публичной жизни И также одним третьим определением деполитизации является то, что люди не способны воображать и осмысливать свои проблемы Как проблемы какой-то социальной группы, как какой-то общности Вот я рассмотрю более подробно эти элементы деполитизации Тезис мой заключается в том, что деполитизация не только преодолевается в ходе политизации В ходе участия в публичной жизни в протестах Но деполитизация, она также влияет на саму политизацию Она создает некоторые свойства не только деполитизированному обществу, а стратегии политического участия Российские социологи, например, такие как Калин Креман и Борис Гладарев Писали о том, что наиболее успешными и доминирующими формами протеста в России последних лет Были протесты, которые были ответом на сражение властей в приватное пространство То есть, если, например, есть скверик, в котором я был со своими детьми И его вырубают, это вот типичный повод для того, чтобы люди политизировались, начали объединяться, участвовать в протестах Или, например, у меня очень такие вот, у кого-либо, да, приватные отношения с городом Вот я знаю это здание, там у меня была первая любовь, там я первый раз бросовался И потом кто-то, значит, с ковшом приезжает и это здание сносит, да? И вот как пишет один социолог Павел Харкотин, этот ковш как бы ворочает у меня в сердце, да? То есть, вторжение в приватную сферу является главным поводом для политизации людей, когда вся их жизнь основана на приватной сфере Вот, и с митинга, начальственные выборы, то, как к ним относятся люди, как к ним в них участвуют Показывают, что, с одной стороны, вот эта вот деполитизированная жизнь, индуцированная на частной сфере преодолевается Создается новая публичная сфера, но при этом эта деполитизация и влияет на то, как эти сами митинги организуются, как людям их участвуют Вот, например, характерные цитаты, их очень много Принято три очень коротких Что вы ожидаете от митингов? Спрашивала моего молодого директора, что было в среднем Она отвечает Единение людей, наконец-то Другая девушка говорила Очень тяжело объединить людей на что-то, проще дома отсидеться Чувство единства, с одной стороны, и удовольствие это звучит И, с другой стороны, ощущение того, что вот эта вот приватная инерция сохраняется, да, вот отражается, вот проще дома отсидеться Это сложно выйти на улицу со всеми единицами Вот, но при этом в этом главный смысл, да, с самого начала было людей на митингах, да, они чувствовали единение, это было очень важно И инерция одиночества и вот такого частного приватного происшествования, она проявилась в том, что люди, объединяясь, все-таки внутри этого единства остаются одиночками, да, они, например Многие одни приходят на митинги, мало с кем ознакомятся, и они же одни уходят Вот, например, было проведено количество исследований, вот я процитирую вывод этого исследования Каждый из позиционеров находился в определенном отрыве от других Это индивидуалисты, которым не интересны единомышленники Увы, 8 тысяч участников из 2 тысяч, это аккаунты в Фейсбуке Из 20 тысяч нет ни одного френдазмалов, хотя после митингов прошло всего два месяца Достаточно срок, чтобы добавить новых знакомых в контакте или в Фейсбук Но никто никого не добавил Каждый оппозиционер совершил одиночное отображение недовольства, вышел на площадь один И один с нее ушел Вот Я думаю, что, несмотря на то, что, в отличие от протестов, связанных с вторжением в приватную сферу Митинги, это, конечно, общенациональная победа и создание новой публичной сферы Но можно заметить, что в депортизированном контексте даже такие массовые и глобальные политические мобилизации, как движение на частные выборы, все равно приобретают черты депортизированного протеста Работа медиа подготовила съемок фальсификаций, подготовила переживания фальсификаций на выборы, как личного оскорбления, как вторжение Украли его голос, да? Это почти что вторжение в приватной сферу Хоть что говорят, не знаю, может быть, на ленчатке Да-да, то, что действительно происходило, да, все-таки наши власти, потому что мы ко всему этому так себя вели, как комментировали Я, наверное, не оригинальный, мне очень не понравилось, как с нами поступили на выборы 4 декабря В смысле не понравилось, как поступили? Вы видели нарушение на видео? Да-да, и чертала Но вообще, как сказать, вся, как правильно сказать, организация этих выборов, она мне не понравилась В целом сам подход, процесс, как вы приняли решение об участии в первом митинге? Вы знаете, во-первых, мне очень не понравились результаты самих выборов Я понимаю, что «Единая Россия» победила, но, скорее всего, не набрала столько голосов И вторым, и самой, наверное, большим толщиной стало практически мое личное унижение господину Путину Когда он назвал меня, в частности, какими-то мерзкими и отвратительными словами После первого митинга, на котором меня не было, он всех людей назвал бандерогами с презервативами Он унижил в этот момент лично меня Я посчитал дедом собственной чести применять участие во всех последующих отцах Ну и так далее То есть, грубо говоря, участие в митингах предполагает, с одной стороны, тяготильное к единству и объединению со всеми Но это объединение все равно совершается по поводу личного оскорбления По поводу сооружения в некоторое личное пространство Таким образом и учреждается это единство одиноче В этом плане сами выборы — это очень хорошая, очень удобная и очень логичная модель депортизированного протеста С одной стороны, депортизация преодолевается, потому что выборы связывают всех людей в стране — это общественное министитут голосования С другой стороны, выборы предполагают то, что у меня есть свой голос, я за него отвечаю, я могу обидеть, если меня его украдут И вот эта характеристика Это логика — это логика, когда от меня требуется, что я объединяюсь со всеми И должен разделять интересы всех Но при этом для создателей индивидуалистов Работает на то, что некие промежуточные, то есть групповые лозунги, групповые требования Не всеобщие за честные выборы и не личные Они исключаются из повестки Социальные проблемы, связанные с зарплатами, льготами, остаются важными В качестве причин, по которым люди выходят на митинги Но эти лозунги не могут быть артикулированы Оставались важными Они не становятся повесткой дня Они становятся лозунгами Проблемы каких-то социальной группы То есть только мое личное или всеобщее Вот посмотрите Очень многие наши интервью показывают это Вот я хочу протестировать один из примеров Мы спрашиваем у молодых девушек Какие проблемы, в первую очередь, решения Если бы вы стали завтра президентом, наговорить Я бы на самом деле хотел, чтобы наше государство Оно было каким-то более, что в нем приятнее жить Было даже не в связи с финансовой стороной А с тем, как Шарлых, в принципе, здесь себя чувствовать Очень интересно, а что именно вам неприятно? Ну какая-то общая атмосфера Внешняя или внутренняя И то, и другое Но, наверное, больше про отношения Потому что город, ну да, сейчас есть деньги И что-то ремонтироваться Этого у них не отнимешь Где-то что-то хорошо, где-то не очень Что-то сносят Но просто все равно нас в этом никак не замечают Никакого не существует А мы-то кто? Мы-то народ А как вы представляете, какие политические решения Надо принять, чтобы изменить вот это отношение к людям? Знал бы я Не знаю Не только Не хочется говорить так про свой народ Но чего-то мы не добрали в нашей истории, очевидно Чего-то, чтобы быть близким европейцам Ну, может, не во всем Потому что не обязательно за ними бегать И мы так же хотим Но просто я не знаю У них есть много хорошего Какое-то дружелюбие Пусть они улыбаются Улыбаются Они это делают И мы чего-то не добрали Где-то образование Где-то образ жизни Потому что очень большая проблема для России Можно начинать не только с политики Не только Это то, что представляется этой девушке Ключевой политической проблемой Которой нужно решать Чтобы мы стали как европейцы И больше улыбались И когда мы задаем ей вопрос Не про политику Не про лозунг А про ее собственную самореализацию Вот этот вопрос А вот в профессиональной среде Вы видите какие-то барьеры Которые связаны Ну, когда вы реализовались Что-то будет вмешаться вам Смотрите, что она говорит Я думаю, что да Потому что отношение к науке в нашей стране Оно не всегда очень посетимое Например, у нас преподаватели На филфайке Они получают в два и три раза меньше Чем даже учителя в школе Некоторые докторы наук Ну, так, я не знаю Для меня это какой-то ориентиров Некоторые Я знаю, что они получают По восемь тысяч в месяц Мне кажется, это ужасно Ужасно И я думаю, что это неспроста Их ставят в такие условия Чтобы они Какие-то дополнительные подработки находили Короче, чтобы они Не задумывались ни о чем Кроме хлебонасущного Существования и выживания Потому что восемь тысяч Продавец в Евросети Получается в три раза больше И вот это показали Многие интервью Люди Говорят о социальных проблемах Как о некоторых личных неудачах Они никогда не озвучивают их В качестве проблем Которые должны быть решены Политическими методами В том числе за счет усилия тех Кто участвует В митинках За честные выборы Вот И С биографическим аспектом Депритизации Как я сказал Депритизация Означает Отсутствие политической инфраструктуры Политических институтов Гражданского общества Будем говорить Но И Также Отсутствие Места Публичных Практик В своей собственной Биографии Поэтому Да И Понятно что это связано между собой Вот Например Хобот Довольно скучный Пилитолог Мне писал Что Я специально Сейчас Случайно увидел Грюнзаки Сослабость гражданского общества В постпоммунистической Европе И Здесь он пишет Что Отсутствие Вот этих политических институтов Связано с тем Что Люди В России Очень сильно полагаются На дружбу На приватные институты И поскольку Они очень много дружат Им уже не интересно Участвовать В публичных Допроводных организациях Дружба заменяет Им И публичную жизнь И И Является хорошим Звездным Партером Взаимопомощи В эрмане Поэтому Когда Люди Политизируются То их биографии Тоже испытывают Некоторое Некоторое Сопротивление Когда Все В твоей жизни Подчинено Перемещению Между Приватной И профессиональной Сферме Каковы ты Политизируешься Тебя Хотят Поставить На месте Вот Очень Нравился Мне Я не буду читать Цитаты Я просто перескажу Хотя У меня тут есть Молодой парень Незавершеннолетний Незавершеннолетний На Приватную Жизнь В первую Практики Дружбы Его Друзья Близкие Не поддержали Этого Его Политического Увлечения Как Это Часто бывает И Осудили Что Он Политики Что Тоже Понятно Когда Я так Определяю Это Придется Негативно Как Отсутствие Публичных Сфер Если Публичные Сферы Ненужные Для Которые Нужны Дружба Работы И Семья То Как Кажется Если Публичная Жизнь Тебе Это Не Нужно Тебя Наверняка И Он Начал С ними Солиться Почему Потому Что Он Идет Помогать Группе Протест Потому Что Они Это Осуждают И Он Был Ножен Говорить Что Он Не Хочет И Он Сумел Найти Слова Чтобы Убедить Теннис Шар На Т Хобби Хобби Вот То есть Да Как бы Вот Эта Вот Парадоксальная Дилектическая Связь Единства И Одиночества Приватного И Публичного Она Остается Устойчивой В самых Разных Смыслах В Департизированном Протесте В том числе В митингах За честные Выборы И Главной Ставкой И Главной Надеждой Является Создание Новых Местовых Публичных Сфер Коллективных Институтов Которые бы Позволили Создать Инфраструктуру Протеста Инфраструктуру Свободы Которые Выжили Дольше Чем Одно Поколение Атимистов И Которые Изменила Повседневность Людей Которые бы Стали Не только Замыкаться На своих Приватных И профессиональных Задачах Но Начали бы Жить Публично В